приветствую вас во второй части и мы довязали наши так сказать 5 рядов лицевой глади всего 7 рядочков после поворота и сейчас вам снова понадобится дополнительная спица и так первую вторую петельку из 20 мы провязываем изнаночными все как всегда а теперь нам снова нужно сделать перекрещивание первой половины и второй половины первую половину мы будем перекрещивать вправо вторую влево и так первые 4 лицевые петельки переодеваем на дополнительную спицу и оставляем за работой следующие 4 провязываем лицевой 1 2 3 4 из дополнительной спицы провязываем 4 петельки лицевые 2 3 и 4 теперь берем следующие получается уже третью часть по 4 переодеваем на дополнительную спицу и оставляем перед работой следующие 4 четвертую часть из 4 петелек мы провязываем лицевой и и теперь с дополнительной спицы третью часть провязываем лицевой 1 2 3 4 и так как вы видите мы перекрестили сначала вправо затем влево а изнаночный ряд теперь вяжем таким образом две первые вяжем две лицевые как всегда 4 вяжем изнаночными и 4 4 первые вяжем лицевые 1 2 3 4 4 вторые вяжем лицевые 1 2 3 4 и 4 получается уже четвертые вяжем изнаночными 2 последние 2 последние вяжем лицевые вяжем лицевые 19 20 теперь лицевой ряд провязываем 2 изнаночные 1 2 4 снова провязываем лицевые 1 2 3 4 8 изнаночных средний 2 3 4 5 6 7 8 и 4 которые у нас остались лицевые провязываем лицевыми 19 20 как всегда без изменения изнаночные и вот теперь мы завершим изнаночный ряд полностью все петельки провяжем с этой стороны с изнаночные лицевыми а с лицевой стороны они у нас будут как изнаночные то есть сейчас мы изнаночным будем завершать весь узор сова и изнаночный завершающий ряд нашей совы 2 лицевые и все петельки полностью начиная с 4 изнаночных провязываем все петельки лицевые то есть провязываем те которые были у нас лицевые с лицевой стороны провязываем с этой стороны теперь их лицевыми теперь 8 лицевых провязываем 8 лицевых и завершаем провязывать наши 4 изнаночные то есть 4 лицевые 4 лицевыми петельками наши лицевые 2 которые шли у нас от начала до конца как вы видите так и продолжаются лицевыми и довязывайте этот ряд до конца и так как вы видите все самое сложное все полностью провязано нам осталось только померить нужную высоту шапочки которая нам нужна на то есть глубину так скажем высоту шапочки которая вам нужно провязываете теперь следующим образом рисовую часть вы так и провязываете рисовой наш столбик который ввязали мы из пяти лицевых с одной стороны и другой стороны так и продолжаете лицевыми а где у нас был узор сова продолжаете изнаночными петлями с лицевой стороны и лицевыми петлями с изнаночной стороны то есть изнаночной гладью продолжаете до тех пор сколько вам нужна высота шапочки и тогда я провяжу расскажу вам сколько я провязала нужную для меня высоту и мы с вами будем заканчивать и так вот я довязала высоту шапочки если посчитать завернутым краем у меня получается высота 20 если его отвернуть где-то почти 22 получается и так я вам предлагаю сейчас я закончила как вы видите на лицевом ряду конце и теперь я вам предлагаю либо снять полностью все петельки и распределить таким образом на две спицы снять все петельки и распределить таким образом на две спицы чтобы у вас было три части и две получается части и первая и третья были равны вот этой средней нашей части где узорчик то есть вот так вот я буду можете взять чулочные спицы любого в принципе диаметра я например буду наверное скорее всего на чулочные переодевать у меня в принципе есть три с половиной диаметр чулочных вы можете взять потоньше потолще не важно абсолютно и так в общем переодеваем таким образом чтобы у нас были три части причем первое и третье равнялись сумме средней части и так вот я взяла две дополнительные спицы чулочные смотрите отдела на первую 22 петелечки на среднюю 44 и на третью тоже 22 петелечки теперь вот у вас лежит лицевой стороной к вам берете слаживаете вот эти две спицы и теперь поворачиваете вот этой вот стороной к себе чтобы вам было если вы правша вам удобно было сшивать берем крючок и начинаем сшивать таким образом приложив к себе вот так вот две части берем вот так вот в одну выдеваем петелечку во вторую и вытягиваем сквозь них петелечку вот так вот нитки теперь следующую вдеваете точно так же в одну стеночку во вторую стеночку то есть наши кромочные петли вытягиваете у вас на крючке две петелечки и вы продеваете сквозь первую вторую вот так вот первую вторую у вас на крючке одна петелька теперь снова в одну стеночку вдеваете во вторую захватываете ниточку у вас две петелечки на крючке и вы одну сквозь вторую вот так вот раз и продели снова в одну стеночку во вторую сквозь вот так вот петелечку вытянули сквозь вторую петелечку и так вот продели и так сшиваете хотя бы до половины ша шапочки нам надо сшить вот это фрагмент такой вот небольшой сейчас почему наполовину потому что мы сейчас должны как бы ну шить сначала так сказать начало положить вот это вот сверху вот можете вот достаточно а теперь берете и сшиваете можно в принципе было наверно сначала сшить вниз но мне честно говоря вот так будет удобно выворачиваете лицевой стороной часть шапочки и снимаете вот эти крепеж который у вас держал ниточку помните я вам говорила что оставляете ниточку для сшивания края и так в общем повернул к себе на лицевую сторону вывернул шапочку повернул к себе удобненько чтобы было вам нужно сшить на лицевой стороне вот этот момент где мы начинали вязание ну то есть вот здесь вот надо сшить сначала чтобы у нас был шовчик в серединке изгиба вот этого нашего так в общем сшиваете сначала точно также в одну во вторую стеночку протяжка в одну во вторую стеночку протяжка сшиваете так смотрите я еще раз покажу на лицевой стороне вот в глади на глади лицевой чтобы потом можно было вот так вот завернуть и спрятать наш шовчик и так в общем вот я дошивала лицевую нашу гладь с внешней стороны вот сейчас последний штришок делаю последняя петелька так вот последняя туда обратно все я дошивала лицевую гладь теперь я вытягиваю вот так вот ниточку сквозь делаю воздушную петельку еще раз закрепляю и теперь загибаю шапочку с внешней стороны вдеваю ниточку в иголочку и вот здесь вот немножечко буквально делаю парочку стежков чтобы получается с лицевой стороны там где у нас загиб шапочки чтобы она не раз как сказать не раскручивалась в общем я хочу здесь немножечко закрепить если вы не хотите можете не крепить абсолютно ничем то есть будет у вас просто шов с внутренней стороны вот как вы видите я подкрепила немножечко иголочкой с ниточкой вот здесь вот этот отворотик я вам советую все-таки точно так же сделать а теперь выворачиваем наизнанку почему я сначала вывернула на изнаночную сторону немножечко шила потому что мне в принципе здесь этот отворотик легко было достать и шить чем сейчас разворачивать наизнанку вместе со спицами в общем говоря не очень удобно вот и теперь продолжаем сшивать вот таким швом как я вам показалось ну как бы такими соединительными столбиками что ли в общем в обе стеночки вот так вот вдеваете крючок у вас на крючке две петелечки одну сквозь вторую продеваете снова в одну стеночку во вторую сквозь две петелечки вот так вот продеваете делаете одну в общем если в принципе вам такой шов не нравится или кажется грубоват не подходит если вам проще взять иголку в руки с ниткой и сшить обычным каким-нибудь там супер пуперским швом швейным без проблем то есть вы сшиваете как вам хочется как вам нравится честно говоря я этот шок в принципе единственный такой знаю который мне нравится то есть я за обе стеночки пропускаю обеих сторон крючок захватываем ниточку и делаю такое протяжку соединение делаю в общем мне кажется этот шок довольно таки мягким кто-то знает супер пуперский трикотажный шоу как соединить петли ну в общем я использую такой и так дошивать вам нужно до того момента где у вас закончилось сшивание низа то есть с внешней стороны вы его сшили с внутренней стороны нет вот нам нужно дошивать как раз таки до того момента чтобы у нас не было никаких дырочек в общем вот продеваем вот есть под до самого конца сшиваем и самого-самого тром прям и теперь здесь вот последние петельки с одной стороны я продеваю с другой стороны и обязательно просмотрите чтобы у вас не было никаких здесь дырочек ничего абсолютно этого быть не должно потому что когда оденется шапка на голову получится дырки в разных сторонах этого ни в коем случае не должно быть так в общем продеваете чтобы не было никаких дырочек здесь вот дошиваете продену крючок вытяну петелечку и еще раз выверну на лицевую сторону посмотрю чтобы у меня здесь никаких погрешностей не было и проверю соответственно проверю свой шовчик так обязательно следите чтобы у вас здесь петельки не спадали такое тоже может быть как оказалось в общем проверяете свой шовчик как вы видите он довольно таки у меня получился аккуратным нежным тянется в общем все хорошо не деревянный я еще раз вот проверяю чтобы здесь лишних петельчик не захватило и все мне мой шовчик нравится теперь я закреплю здесь снизу ниточку и перейду к сшиванию вверх вот я сейчас обрежу ниточку но оставлю здесь я еще сюда вернусь я ее здесь закреплю но вам заострять внимание на этом не буду я сейчас перейду к сшиванию вверх и так обрезали ниточку и переходим к верху вот здесь вот верхней части можете с задней стороны можете с передней я буду наверное с передней мне так удобнее берем спицу присоединяем ниточку хотите не присоединяйте просто ее хорошо натяните и теперь смотрите за 2 получается сначала с одной стороны с одной спицы хватаете ниточку петелечку и с другой стороны пускаете здесь петлю и снимаете две петли со спиц теперь снова с одной стороны пускаете с другой стороны спицу вставляете и делаете как бы лицевыми у вас две лицевых на и на спице делаете протяжку снова то же самое делаете принципе как мы только что крючком делали только петельки в открытые в одну петельку во вторую захватываете спицу у вас захватывайте ниточку делаете протяжку в общем делаете то же самое что мы делали только что крючком только уже спицей и в открытые петельки в одну во вторую спицу делаете лицевую как бы через две петли и делаете протяжку одну одеваете на вторую снова в одну во вторую делаете протяжку в одну во вторую вводите спицу как бы делаете лицевую сквозь две спицы и первую петлю одеваете на вторую провязываем снова лицевая протяжка лицевая протяжка я думаю что в принципе здесь все довольно таки должно быть понятно в общем продеваете протяжка снова лицевая сквозь две петли и протяжка я думаю что в принципе здесь не должно возникнуть никаких вопросов до конца постепенно вы доходите заканчиваете одну спицу переходите на вторую и заканчиваете вторую если же у вас две одеты были на длинные спицы две стороны то тем проще просто идете сквозь две спицы продеваете лицевую и делаете протяжку в общем таким образом сшиваете вот я дошивала до последней петелечки теперь я здесь делала воздушную петельку и все прекрасно здесь уберу крючочком с этой стороны с этой стороны обязательно проследите чтобы весь не было никаких дырочек и обязательно посмотрите чтобы вы закрыли абсолютно все петельки бывают здесь петельки упускаются я с этим сталкивалась поэтому вам советую еще раз вот так вот хорошенечко проверить но принципе если у вас совпали петли по количеству с этой стороны и с той стороны когда вы провязывали то в принципе должно быть все отлично и так мы сделали задний шов он у меня в принципе довольно таки получился мягенький надеюсь что у вас тоже все получилось сделали верхний шовчик и получается шире обязательно уберите кончики красивенько спрячьте а затем выворачиваем нашу шапочку на внешнюю сторону как вы видите благодаря тому что мы спрятали вот этот вот шовчик внутри у нас здесь на отвороте ничего нет в принципе все красивенько здесь мы все вот это крючочком по убираем чтобы у нас вот это не торчало эту мы можем в принципе уже обрезать ниточку чтобы она также нас не смущало и вот и теперь нам осталось в принципе самого малость это украсить нашу шапочку как вы хотите то есть я например сейчас буду пришивать вот такие вот бусинки глазки вот внутри как вы видите между нашими вот этими вот подъемами поворотами отсеками видите они получились как крошки здесь и глазки я пришлю бусинки теперь для тех кто вяжет маленькому ребенку и хотите как-то ее так развеселить в общем эту совушку можете сделать на ушках кисточки то есть в самые-самые уголочки вот здесь вот проденьте несколько отрезочков ниточки ну к примеру штучек 5 я думаю будет достаточно проденьте их просто вот так вот и завяжите узелочек вот вам будут небольшие такие кисточки это для тех кто хочет такие рисунки кто вяжет более молодежную шапку то есть для подросточка или в общем для девочки обычно девочки такие общем привередливые даже с небольшого возраста в общем я например сюда еще хочу добавить небольшую брошку с цветка почему-то мне хочется эту совушку развеселить потому что у меня шапочка серенькая и ну как бы мне я вяжу ее для девочки мне хочется этот наборчик еще будет смудик к этому к этой шапочке к этому совенку в общем я хочу немножечко добавить такой экстравагантности благодаря ленточному цветку в общем и так мы шапочку наши закончили кому понравился мой видео урок ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем ровных петелек пока пока